Добрый день, совместный проект Укрлайф ТВ, издательство Дух Элитера. Я Константин Сегов, сегодня наш гость Александр Филоненко. Добрый день. В Харьковском университете Каразина ты преподаешь философию, основатель общественной организации МАУС, о которой мы уже знаем более пяти лет. И сейчас мы говорим о том, что, например, в книге Михаила Эпштейна, на обложке здесь прямо Харьков, как падает идол со знаменитой постамента на самой большой площади Европы, и времена поменялись, конечно, когда это произошло. И Эпштейн в том числе в этой книге ставит вопрос о месте поэзии, поэтики среди гротеска политики, среди разломов геополитических, идеологических, культурных и так далее. И вдруг мы открываем, что люди сейчас делятся не только по каким-то политическим или партийным раскладом, а гораздо острее остается совсем другой вопрос. Нужно ли для решения жизненных важных вопросов вот это, поэтика, поэзия, или давайте сейчас без этого, давайте сначала людей накормим, а вот это придет потом. Что ты об этом думаешь? Вот глубину этого вопроса мы открывали постепенно, не сразу. В 2014 году, когда в Харькове были самые трудные дни, и на площади самой большой в Европе стояло три митинга, антимайдан, майдан и люди неопределившиеся, и было действительно страшно. Вдруг в мае месяце мы приняли решение с друзьями проводить данный фест с организацией МАУС, пригласив одного из самых знаменитых итальянских исполнителей Данте, Франко Нембрини, в город. И для нас случилось очень знаковое, символическое событие, когда, несмотря на огромный накал в обществе, очень многие люди пришли в Ермилов центр в трехстах метрах от митингов для того, чтобы слушать лекцию Данте. В Харькове тогда работал айти-сектор, который был службой срочного оповещения новостного сопровождения всего творившегося в городе. Это айтишники, которые старались отвечать на актуальные события, и один из его создателей написал в Твиттере, на площади неинтересно, иду слушать лекцию Данте. Вот для нас это был какой-то курьез, начало, когда мы понимали, что чем страшнее событие, тем более ответственного решения они от нас требуют, когда мгновенной реакции недостаточно. Нужны какие-то более глубокие ответы, а эти ответы невозможны, если мы лишь озираемся по сторонам, несмотря на того, за кем мы следуем. И мы тогда приняли это решение, которое нам казалось немножко таким, как бы сказать, радикальным, что ли, сильным жестом, вот в это время, в этом месте, в нескольких, там, ста километрах от фронта, провести фестиваль, посвященный Данте, и с помощью Данте посмотреть на наши реалии. Оказалось, что этот простой жест открывал для нас большой путь уяснения нашего места в современной культурной, социальной, политической карте Украины. И вот через три года можно сказать, что действительно оказалось, что может быть самым глубоким вопросом является именно этот, который ты поставил, а до поэзии ли нам сегодня? Спрашивают волонтеры, чем вы занимаетесь. И есть другие люди, из числа тех же волонтеров, тех же граждан, которые говорят, что только поэзия сегодня нам может вернуть человеческое лицо, вопросы достоинствий, вопросы человечности. Как будто бы этот спор, который начал Теодор Адурна о том, возможно ли после катастрофы Аушвицца поэзия, и как будто бы Целан отвечал на этот вопрос фактом существования своей собственной поэзии. Мне кажется, Украина переживает в этом смысле тот же самый вопрос, поставленный иначе, заново. Возможно ли поэзия? И если да, возможно, то каким образом поэзия сегодня является знаком этой новой человечности? Вот смотри, одно дело, мы помним все, как в Харькове избили поэта Жадана, одного из самых важных, быть может, сегодня для слушателей, для читателей голосов Украины и вообще Восточной Европы, и других харьковчан, с другой стороны, для людей, для которых поэзия совсем не является ни профессиональным делом, ни даже люди, не причастные к изданию, или не являются специально книгофилами. Но вот идет война, и действительно, вдруг, после нескольких месяцев этих драматических событий, почему Данте, да, все помнят об Аде меньше, о чистилище еще меньше, о Рае, да, есть у всего этого очень сильная европейская тема, поскольку это лейтмотив всей Европы на протяжении тысячелетия. И вместе с тем мы видим, что даже когда люди обращаются с призывом о помощи в Рим, или еще куда-то говорят, нет, давайте мы сначала вот займемся тем, чтобы накормить насущным, насущным, да, а вот даже образование, я уже не говорю культурное строительство, рост, как же все-таки соотносятся эти три измерения, которые играют такую ключевую роль в том, что вы делаете в Харькове, мы в Киеве, все то, что мы делаем вместе на самом деле, это академическая, университетская работа, мы оба преподаватели университетов, это образовательное, культурное Данте-фест, да, и социальное служение тем людям, которые сейчас оказались в самом трудном положении за всю ее жизнь. Да, действительно, мы оказались внутри споров о насущном. Вот действительно, из самых разных, как бы сказать, зон человеческого опыта, все больше и больше мы получаем сигналы о том, что невозможно сегодня отвечать на крик человека, о человечности реагируя только, скажем, на социальную нужду людей, пострадавших, перемещенных лиц. Это нужда, конечно, о насущном, но если она не подкрепляется вопросом «Кто я?», не подкрепляется культурным путем, программой, оказывается, рождается совершенно новая жажда, жажда, которая может быть больше, чем жажда хлеба. И с образованием это, казалось бы, самое насущное предложение. Если мы не можем ответить на нужду ребенка, то у нас точно нет будущего. Почему Данте? Действительно, это совершенно не так очевидно, потому что, во-первых, это не самый популярный герой украинской культуры, и, может быть, окажется... Хотя его переводили, и переводили разные, и так далее. Но кажется, что это просто мостик с европейской цивилизацией, то, что нам необходимо. Но для нас в Хаткове это была гораздо более сильная подмога, потому что благодаря Ольге Александровне Седоковой, русской поэтессе, мыслителю, на обложке ее книжки «Крас Данте». Вот. В этом наикращем университете счастья оказывается Данте великий учитель, потому что, прежде всего, он учитель надежды во времена, когда, может быть, у нас есть другие добродетели, но одна точно находится в плачевном состоянии. Это добродетель надежды. Вот, действительно, Данте – это величайший учитель надежды, и нам кажется, что это именно то, в чем мы все нуждаемся. Сегодня мы должны не просто уговаривать друг друга надеяться, но понять истоки этой надежды, истоки того опыта, благодаря которым мы сегодня можем искать эти пути. Вот так появился Данте. Например, в 2015 году, через год после того, как был первый Данте-фест, нас пригласили совместно участвовать в 30-м, в триенале 4-й блок, в знаменитом Харьковском экологическом фестивале, посвященном Чернобылю, который отмечал катастрофу Чернобыля, 30-летие катастрофы. Вся Европа вспоминала. Да, и был очень важный вопрос, как же можно адекватно понять, что означает для нас сегодня этот опыт Чернобыля. И для нас было дорого, что этот Данте-фест смог предложить ключ для того, чтобы посмотреть на насущное сегодня, когда оказалось, что кто еще, если не Данте, способен нас не только провести через ад, но и научить снова видеть звезды. Вот это у школы видения звезд заново, конечно, Дантовская школа. И когда 4-й блок это принял как тему фестиваля в 2015 году, мы получили со всего мира сотни плакатов, которые решали эту тему надежды. И оказалось, что это тот камертон, по которому сегодня настраивается человечность. Сейчас в Киев, насколько я понимаю, ты приехал как раз с лекциями перед детьми надежды. Есть в Киеве проект, обращенный к детям беженцев, с одной стороны, а с другой стороны к детям родителей, где отец или пострадал в АТО, или сейчас находится на фронте, или погиб, или ранен. И ты выступал перед детьми и родителями, это очень непростая аудитория, где есть одновременные дети и родители, и говорил с ними о встрече, о надежде. Какой был этот разговор? Да, да, это на самом деле один из самых прекрасных проектов, который рождается сегодня в Украине, к которому в какой-то скромной мере мы причастны и в Харькове. Да, это совместный проект. История этого проекта тоже замечательна, потому что все началось тоже с фонда «Дети Чернобыля». с этой кричащей нужды помочь детям, пострадавшим от Чернобыля, оказалось, что существует целый социальный феномен. Итальянские семьи, которые 30 лет принимали наших детей, украинских, белорусских детей, сирот, инвалидов, людей перемещенных. И сейчас, когда у нас вспыхнула война и возникли трудности совсем другого порядка, оказалось, что сейчас, может, даже самая нуждающаяся часть является не только сироты, не только дети детских домов, но и дети перемещенные, дети пострадавшие от того, что отец ранен, погиб или на фронте. И мы подумали, что было бы неплохо связать эти семьи, которые в Италии с такой радостью, щедростью встречали наших детей 30 лет, с современными детьми. И результат получился совершенно новый. Даже, может быть, организаторы этого проекта не могли заранее представить, что дети станут настоящими дипломатами. Этими послами мира, когда семьи украинские, итальянские связывались, эта связь на человеческом уровне оказалось такой прочной, что проект уже существует два года, что появилась организация Дети Надежды, которая сопровождает этих детей, семьи, организовывает социальные проекты, образовательные. На протяжении всего учебного года в Киеве уже действует центр. Это уже не просто поездки в Италию, не просто мостики, слабые связи. Это действительно огромная дружба людей, которые встретили не только поддержку их в боли, но и увидели такую жизнь, которая окреляет и позволяет сегодня заботиться о детях, заботиться о воспитании. Вот сейчас зимой Дети Надежды начали новый этап, новую страницу, когда они предлагают для родителей и детей совместные образовательные инициативы. И для меня огромная честь, что мне предложили раз в месяц читать лекции на темы о встрече, ожидании, надежде, дружбе. Красоте. Красоте, совершенно дантовское предложение. И, конечно, это огромная честь. И вот первая лекция была буквально в субботу. И оказывается, что я стал свидетелем таких разговоров, которых я никогда не замечал раньше. Скажем, в нашей стране, хотя давно уже тосковал о том, что я принимал участие в них, в Италии. Искались и всю Италию с лекцией ты открыл в родимом Отечестве возможность разговора такого. Место и возможность так говорить о воспитании с детьми и родителями вместе. А что в этих разговорах тебя затронуло за дело? Ну, есть для меня три точки, которые как будто бы проходят мимо нашей школы. Наверное, для каждого человека в нашей стране это определенная боль памяти о том, чего не хватало в школе, когда мы все учились. Как будто бы школа никогда не культивировала удивление, прежде всего. И кажется, что это так незначительно. Удивление, изумление перед миром. Если такие трудные времена, то до изумления ли нам сегодня? Хотя мы помним, что философия именно с этого началась, но это как-то за кадром остается. Действительно важно увидеть, что тот опыт встречи с красотой, даже очень хрупкой красотой, для человека это огромная возможность приоткрытия собственной человечности, даже в крайне тяжелых, трудных, трагических обстоятельствах. И очень важно, что мне предложили заниматься именно темой красоты, потому что как будто бы мы в такие времена, когда не только не до поэзии, но и не до красоты. Как будто бы насущная и красота – это разные вещи. Хотя красоту поступка именно сейчас ценят особо. Особенно. Жеста. И как будто бы у нас ничего не осталось, кроме красоты, поступка и жеста, как последней достоверности. И вот, во-первых, это изумление. Во-вторых, это сострадание, как умное сострадание, а не сентиментальность. Действительно, как будто бы даже судьба страны и культуры зависит от того, насколько мы можем предложить этику, педагогику воспитания сострадания и в детях, и во взрослых. Вот этой культуры симпатии, сочувствия, эмпатии, сострадания нам явно не хватает. И для меня важно показать связь между изумлением перед красотой и воспитанием сострадания. И, наконец, третья тема – это простой-простой вопрос «Кто мы?». Как ответить на вопрос «Кто я?», если я не живу в своем городе, оказался вдалеке от семьи, оказался среди людей мне неблизких, в новом городе. Может ли проблема стать подарком для человека? Новым шансом. Новым шансом, новым подарком. И это, конечно, грандиозный вопрос, не ответив на который, мы не можем двигаться дальше и отвечать на более детальные задачи. Мы издавали вместе, опять-таки, «Харьков и Киев», книгу Дон Карло Ньокки «Педагогика невинной боли». Сегодня эта невинная боль голосом пронзительным или безгласно каждому вопиет. И, с другой стороны, мало кто знает у нас, что вот был человек, прошедший Вторую мировую войну, побывавший в степях Украины, вернувшийся в Италии, израненный своей трагедией. И не ушедший в рессентимент, в какую-то закрытость, в реакцию, а действительно открывший, что этот вызов может стать новым началом. И для него, и для тех, с кем он эту педагогику невинной боли развивал. О чем эта книга, и почему эта книга стала частью нашей жизни? Почему в Киев даже во время Успенских чтений приехал человек, который смотрит на мир глазами, Дона Карла Неки? Почему мощи из Италии оказались в Харькове? И это стало тоже важной частью жизни Мауса. Это самый большой подарок Италии для нашей жизни в Харькове и в Украине. Наверное, два слова надо сказать о нашей организации. Все началось очень просто. Много лет назад, благодаря великому харьковскому подвижнику Василию Евгеньевичу Сидину и его театру «Тимур», который буквально спасал и спасает детей. Это социальный детский театр. И вот однажды он просто поставил меня перед этим вызовом того, что до сих пор у нас в стране есть дети, которые, находясь в системе детских домов, вынуждены, будучи сиротами, инвалидами, сразу после школы отправляться в дома престарелых. Многие современные взрослые люди даже не могут поверить, что мы живем до сих пор в обществе, в котором эта опция не абсурдна. И стоял только один вопрос, что делать, как помочь конкретным детям. Я никак не мог на это ответить, кроме того, что им надо учиться, потому что все мои друзья связаны с университетом, с образовательной системой. И оказалось, что для нас это целый путь дружбы с этими ребятами, и которые после интернатов стараются через учебу открыть для себя основу весь мир. Нам казалось, что мы занимаемся какими-то немного абсурдными вещами, потому что все социальные, образовательные, волонтерские проекты, гранты, поддержки ориентированы на детей до 18 лет. В то время, как государство занимается совершенно недостаточно самым трудным возрастом после школы, когда человек буквально фрустрирован самой возможностью сделать первый шаг в какую-то зрелую взрослую жизнь, будучи абсолютно растерянным. И вот на этом пути мы встретили настоящего святого. В Италии до войны расцвел педагогический талант молодого священника Дона Карла, который всего себя посвящал детям. И вдруг эти дети выросли, и им их отправляют выбрасывать на фронт. Для него это настоящая трагедия и от неразделенной любви. Он начинает требовать, чтобы его отправили к его питомцам. Он в качестве капеллана, безоружный, отправляется на страшную битву. Это время зимы Курской битвы. Фактически, эти итальянские солдаты могут только одно, спасаться из окружения и погибать. И он понимает, что это крайне несправедливая война. Они в крайне несправедливом положении. Но человеческая трагедия и возможность в лице человека увидеть боль и крик любви для него становится решающим. Солдаты просят его передать письма своим детям. Если он выживет, он возвращается в Италию и годы тратит, посвящает тому, чтобы посетить каждую семью, каждого ребенка и сталкивается с тем, что Италия наводнена детьми войны. Инвалидами, сиротами. Он встречает целое поколение этих детей и требует, чтобы ему позволили посвятить всю свою жизнь им. Он буквально за 10 лет превращается в одного из архитекторов реформы социального сопровождения в Италии. Выдумывает совершенно невероятные институции, доходит до президента, до Папы Римского, создает десятки клиник, исследовательских институтов. И за 10 лет этот человек сделал больше, чем многие институты и профессионалы. Когда мы встретили его лицо, для нас это было сразу ясно, что мы встретили того, за кем мы должны идти, потому что этот человек, вернувшийся из настоящего ада, едва унижший ноги, вместо того, чтобы посвятить свою жизнь действительно или сентименту, понял, что единственная возможность жизни – это дети. Дети войны. Если у них нет будущего, то будущего нет в Европе. любопытно, что когда потом дети и внуки этих солдат приехали в Белгородскую область в 90-е годы, в то место, где были убиты их отцы, первое, что они сделали, они построили детский дом и подарили его детям, тех, кто когда-то воевал с их родителями. Они продолжили то, что они умели, то, чему они были научены, как действовать, как отвечать на бесчеловечность. И вот эти жесты Дона Карла для нас были каким-то действительно большим подарком. Когда мы узнали, что он канонизирован, мы сделали все, чтобы в Харькове его узнали. В прошлом году осенью 16-го года католическая церковь встречала в Харькове реликвии этого святого, но дело было, конечно, не только в церковном событии. Нам было важно показать, что сегодня все инициативы общества социально-медицинские, культурные, образовательные должны быть подчинены только одному, этому ненасущному требованию человечности и у которого есть свои лица, свои герои, свои конкретные возможности. Ты говоришь о том, что это сострадание не должно быть сентиментальным, а должно быть умным. Это весомый очень аргумент в пользу того, что... А с другой стороны, ум не должен быть циничным, не должен быть тем, каким мы много наслышались об этом в 20-м веке. Журнал Кайнония удивляет и киевлян, и харьковчан, и львовян. Это удивительное совершенно явление. С одной стороны, ваковский академический журнал, сочетающий философию и богословия и Данте. Здесь замечательные уже материалы публиковались, и в этом новом номере безусловно, много можно найти нового. И вот как сочетается все-таки строгая мысль, ты ценишь очень и Гумбрихта, и Шлёгеля, и людей, которые действительно культивируют самого высокого класса аналитику, с тем нетривиальным синтезом, который из культуры идет в образовании, идет к конкретному лицу инвалида, раненого, и человека, который вообще говоря, ну мягко говоря, не на этом вырос. Да, да. Ну, во-первых, Кайнане это какое-то воплощение семинара, который уже работает долгие годы, семинара междисциплинарного, межвузовского, международного, который проходит стены Харьковского университета на философском факультете, и мы его создавали именно для того, чтобы сегодня понять новые возможности гуманитаристики под определенным углом зрения, угол зрения, который до сих пор кажется многим маргинальным, что бы принесло с собой богословие, если бы оно вошло в стены современного университета. И нам казалось, что это вопрос, который может интересовать многих, но далеко не всех, далеко не всех. Но вот когда мы пять лет создавали этот номер очень по-разному, то оказалось, сама жизнь поставила этот главный вопрос. Вопрос о том, что с одной стороны Европа, мир переживает кризис университета, как будто бы утеряно главное, понимание природы клея, склеивающего в удивительную, элегантную архитектонику древние университеты. Богословие уходит, что является клеем. И это гораздо драматичнее закрытие фейковых университетов, когда настоящие старые университеты утрачивают ориентир и клей. Как говорил один экономист, нам сегодня больше, чем часы, нужен компас. Но никто на руке компас не носит. И это главный симптом того, что с нами что-то не так. Вот современному университету безусловно нужен компас. Куда смотреть, что является этим клеем? Чему должны служить все науки? Все царство наук, ремесел, искусств. Мне кажется, что сегодня это большой вопрос о превращенной человечности. Вопрос о достоинстве, который так ставился все эти годы остро, начиная с первых дней Майдана. Что такое революция достоинства? В конце концов, что такое крик о достоинстве? Мы взяли темой номера слово Данте, которое он изобрел. Его не было в итальянском языке. он изобрет слово трансхумонар, чтобы объяснить, что такое счастливый человек в раю. Это трансхумонар, преображенная человечность. Вот этот вопрос о преображенной человечности, о новой антропологии, которой должны служить все, является предложением нашего семинара. Посмотреть вместе на то, насколько для современного университета вопрос о новой антропологии может быть этим клеем, может быть этим принципом единства, возвращающим университету универсальность, вселенскость. И как ты думаешь, вот этот ключевой вопрос культивирования безнадёги, отчаяния, в лучшем случае стоицизма, сизифа, который тащит камень, вот как от этого камня всё-таки к надежде, потому что давать детям камень вместо хлеба неблагородное занятие. Как всё-таки ты видишь для будущей новой лекции для детей надежды путь к этому хлебу надежды? Ну вот не случайно у нас была книга Бориса Эферсонского о Рождестве, вспышка сверхновая, рождественские стихи. Сверхновая, по-моему, это вообще ответ тебе как физику это ответ на твой вопрос, потому что люди очень часто за новое принимают что-то очень старое. Мы все знаем, что сверхновые это звёзды, взрывающиеся от старости, но рождественская звезда была какой-то сверхновой и принесшей что-то в мир. Вот когда я думал об этой книге Бориса Эферсонского сборники рождественских стихов, мне стало как никогда ясно, я читал лекции о Рождестве в этом году в Харькове и Маус в том числе и предлагает открытые лекции и два раза в год мне приходится держать отчёт, предлагая новый курс лекций о Рождестве и о Пасхе для широкой публики. И вот стало ясно, что это начало надежды, оно кажется безнадёжно далёким и утраченным только по одной причине. Мы думаем, что мы очень серьёзные люди, отодвигая несущественное за пределы насущного. И в этой зоне несущественного оказывается всё то трогательное, что дети любят. Ёлка, шары, снеговики, подарки. И как будто бы ожидание чуда, ожидание подарка, благодарность. И если мы не смотрим на это чудо Рождества, чудо Нового года, чудо детской радости и растерянности, счастья перед чудом, мы взрослые не можем ничего детям предложить. Потому что это и то, что действительно нас объединяет. Действительно нас объединяет. Кажется, что это очень маленькие вещи, кажется, что это просто какие-то социальные проекты, но нет. Действительно вопрос о красоте сегодня решающий. И нигде, как в празднике Рождества, мы не возвращаемся к началу, куда нас ведут дети. Не мы ведем детей, а сами дети нас ведут. Когда дети хотят начать сначала, они начинают с праздников. Когда их спрашиваешь, какой праздник для тебя самый главный, ну, день рождения. Но все-таки есть и Рождество. Есть. Есть и Рождество. Кто-то родился. Да. Вот мне кажется, что мы не найдем сейчас, по крайней мере, за две минуты быстрого ответа на вопрос, откуда начинать. Но сердце наше знает, откуда начинать. Это что-то происходящее, притворяющееся с каждым из нас в детстве, когда мы стоим у елочки. вот это желание, это желание, сопровождая детей, вернуться туда, где дети счастливы, для меня является главным принципом вообще работы с детьми. Мы не можем им предлагать ответственное, взрослое видение трагического мира. Мы должны вернуться к этой точке разделенной радости. Ну да, вместо того, чтобы заморачивать их какими-то немудрыми, часто клишированными ответами псевдо-взрослости, действительно, как ты говоришь, сопровождать. Мы, может быть, не найдем зерна исходного семени, она очень глубоко в тайной почве, но мы, по крайней мере, будем вместе искать, куда мы направим наши стопы. И когда, даст Бог, месяц спустя ты снова приедешь в Киев, мы продолжим этот разговор. А сейчас совершенно искренне хочу сказать от всех киевлян передай и Маусы, и всем хорьковчанам нашу глубокую благодарность, потому что вы делаете замечательное дело и будущему Данте-фесту мы желаем настоящей великой славы. Спасибо. Мы в следующий раз можем... Спасибо большое. Поговорим больше. Спасибо. Спасибо. Спасибо.